Здравствуйте, дорогие друзья! Еще немножко об Амалеке, потому что мы не все закончили. Говорил Раф Ицкак Зильбер. Человек может родиться от мамы и папы и оба евреи и быть потомком Амалека. Знаете, я вот часто сталкивался с людьми и очень редко мне попадались на этом пути всяких вот нехороших людей, именно Амалеке. Амалек тот, который готов идти до конца в том, чтобы уничтожать еврейский народ, потому что он считает, что именно вот еврейский народ это тот, кто несет духовность, которой не должно быть в мире. Так Амалек решил. Он сказал, что как? Кто говорит, что есть Бог? Сейчас мы пойдем там разбираться. То же самое происходило в еврейском народе. Во главе Евсекции стоял старый большевик Семен Димонштейн. И он не только участвовал в работе литовских Ишифов, он был раввином, потом примкнул большевикам и возглавил карательную систему. Его правой рукой стала Эстер Фрункин, она жена раввина, тоже очень известная женщина. И она потом стала одним из руководителей бунда, потом из руководителей большевиков. И она сказала, что мы, евреи-коммунисты, должны относиться к раввинам безжалостнее, чем неевреи-коммунисты, к священникам. Это слова бывшей жены раввина, и они стали программой действия для того, что происходило. Мы можем вспомнить Тарквемаду, великий инквизитор. Он был духовником испанской королевской четы и практически управлял страной. И именно по его настоянию евреи были изданы из Испании. Если бы Тарквемада жил сегодняшний день, то согласно израильскому законодательству, имел бы право на возвращение. И все историки той эпохи пишут, что его дед и бабка были из рода обращенных в католическую веру. Более 800 тысяч евреев в то время ушли из Испании, распадали имущество. Им запрещалось вывозить все, ни золота, ни серебра, ни драгоценного камня, ничего вообще нельзя было с собой брать. И даже самые богатые покидали страну нищими. Так закончился золотой век Испании, остальные сокрестились, или Мораны их называли, и многие из них потом были сожжены на костре. Интересно, что следующим великим инквизитором после Тарквемады стал знаменитый архивепископ Сивили, такой Диего Дез Деза, тоже крещенный еврей и так далее. Наверное, о таких пророк Ишияго говорил, твои опустошители и уничтожители выйдут от тебя. Хафецхайм говорил, что все сотрудники Евсекции, безусловно, потомки Амалека. Он точно говорил так, для меня очевидно, что не из семени Амалека. Но сейчас все говорят о решающем влиянии, например, евреев во время революции и так далее. Это абсолютное вранье. В 1922 году, на пятом году революции, в большевистской партии состояло меньше 20 тысяч человек евреев. Это не слишком впечатляющий процент для четырехмиллионного населения еврейского. И эти 20 тысяч тоже были неевреями в абсолютном понимании слова. Они были из семья семьянтов или крестившихся и так далее. Это вот этот Димонштейн, это такой и был. И он сам писал в книге, в которой Любавич Схиребе писал, что большевистская партия в 1920 году вообще не вела работу никакой среди евреев, потому что это было бесполезно. А во время февральской революции еврейские рабочие не были на нашей стороне. После Октябрьской революции положение было таким, что пришлось назначить секретарем Евсекции человека, не понимавшего ни одного слова на идыше и так далее. И это почитайте, в книге «Героическая борьба» Любавич Схиребе. Итак, сотри память об Амалеке, не забудь. Как можно стереть память о народе, который пропал уже в истории? Амалек умер, но дело его живет. В духовном смысле его зло продолжает существовать в нас тоже. Амалек нападает на нас в пинуты сомнения, слабости. Написано, он поразил ослабевших. Сомнения это Амалек. Каждый раз, когда мы сомневаемся в чем-то, думаем, что может есть, а может нет. Сам Амалек. Амалек это символ веры в случайность, в закон джунглей, в социальный дарвинизм в истории. И рецитворением Амалека, конечно, стал Гитлер, который говорил, что право сильного подчинять или уничтожить слабого. Талмуд пишет, что в конце дней, если мы не раскаемся сами, Всевышний поставит над нами нового Амана, который попытается уничтожить всех евреев вообще. И вообще принесет миру страшную боль. В результате начнется раскаяние, возвращение. Вы знаете, наша надежда в том, что мы будем скоро приветствовать Машеюха, увидим разрушение Амалека и его философии. Но мы должны внести в это вклад. Мы должны убрать сомнения из своей души. Особенно в этом месте. Мы должны открытыми глазами понять, что есть мир, есть хозяин, все остальное от Амалека. Бреховая слыха.